Соглашение не только устранит Но и будет способствовать развитию трансграничного кредитования Отметим на сегодня около 2000 физлиц и 42 юрлица других стран ЕС имеют займы в казахстанских банках Их общая сумма составляет порядка 120 миллиардов тенге Во-первых, это расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заемщиков Иными словами, им легче будет получить кредит с банки любой страны Евразийского экономического союза Во-вторых, это защитит сами банки Банк сможет убедиться в надежности заемщика и тем самым снизить свои риски Соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации Сюда входят запросы о предоставлении кредитного отчета Сам кредитный отчет, согласие субъекта кредитной истории А также документы, касающиеся ее оспаривания При этом все участники обязаны обеспечивать защиту получаемой информации И сегодня же сенат ратифицировал еще одно соглашение Об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества Его филиал откроют в Казахстане с головным офисом в КНР Институт позволит обеспечить как эффективность научных исследований Так и реализацию совместных коллективных региональных проектов Института Центрально-Азиатского регионального сотрудничества